Студия Позитив представляет Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Аккуратненько, аккуратненько, левее чуть-чуть На меня давай, давай Ну аккуратно, ты холодильник сломаешь Так, все Запарился я с тобой, ставь его Зачем? Я передохнуть должен Дом номер 13 Этаж 13 Квартира 113 Сейчас еще, окажется, не туда завезли Верная примета Темнота, 21 век Какие приметы? Куда не плюнешь, в компьютер попадешь У современного человека есть только одна верная примета Какая? Баба с пустым ведром Городок с пустым ведром Мой доктор Доктор Да-да? Я знаю, что все это суеверие Я знаю, понимаю Но каждую ночь я не могу из-за этого заснуть Почему? Мне кажется, что когда я проснусь Я встану С левой ноги Не надо Да я был у психиатра И что психиатр? Обещал помочь Но у него до меня руки не доходят Вы, вы, вы Основная последняя надежда Ну что ж, у нас, у мануальщиков, руки до всего доходят Ляжьте Встали Так, встали Надели ботиночки Пройдемся Пройдемся Давайте пройдемся Ну вот, все Теперь можете спать спокойно С левой ноги вы уже никогда не встанете Почему? Потому что у вас теперь обе ноги правые Ура! Спасибо огромное за ваши ответы, профессор И с вашего разрешения еще один вопрос По просьбе наших радиослушателей Вот вы здесь, в Ботаническом саду, так сказать, науку развиваете, да? Да Формулы, анализы, эксперименты А приметы, приметы народные Это что, все, чушь собачья? Ну нет, ну зачем вы так? Ну что вы В этих приметах заключена вековая мудрость народная Вот, например, вот такая вот старинная примета Если в эту пору, в эту пору взять, скажем, вот горсть земли Прошу прощения, профессор на моих глазах Поднимает из-под ног часть грунта И уверенными, ловкими, профессиональными движениями Разминает ее в ладонях Да, так вот, если взять горсть земли И она будет вот такая вот суховатая, такая твердая Это означает, что урожай в этом году будет небогатый А приборы, они только вам подтвердят Что влаги в земле мало И содержания гумуса недостаточно Хорошо, ваш корреспондент тоже поднимает небольшой кусочек земли Скажите, а если вот как в этом случае, как у меня в ладошках Земля влажная, влажная такая, я бы даже сказал, липкая, густая Это означает, что собак здесь много развелось Профессор, тогда последний вопрос Ну, вот, значит-то, Матрена Что значит-то? Ну, значит-то, вот Вот, значит-то Ой, гляди Че гляди-то? Звезда упала Да и хрен бы с ней-то Нет, ну, примета, значит, такая Че, примета какая? Ну, вот, когда звезда упала Желание можно загадать Че время-то? Зря терять Я и так на все согласна это, господи Матрена-то? 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 Нет, ну, да? И иди-то СAttгас-то? Засиделся я у вас. В гостях. Надоел, наверное, уже? Да нет, ничего. Чего? Да сидите, сидите. Тогда посижу еще. Немножко. Ой. Что это? А? А, ложка упала. Верная примета. Значит, к вам еще гости спешат. А если ложку быстро поднять, значит, гости спешат от меня? Нет. Такой приметы нету. Жалко. Папа? Горько! 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 Кушайте, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Доченька, что же это? Это же плохая примета. Нельзя, чтобы жених на свадьбе захмелел. Папа-то, в моем возрасте нельзя, чтобы жених на свадьбе протрезвел. Кусите, кусите, пожалуйста. Кусите, кусите. Городок с пустым ведром. Осторожно. Ты можешь не стараться. Если я несу холодильник, лифт точно не работает. Это верные приметы. Приметы. Смейся, смейся. Я вообще думаю, что на меня порчу навели. Надо бы эту порчу снять, но мало кто умеет. Я, например, порчу на раз снимаю. Но только с девушек. Да ну. Сначала я девушку снимаю, а потом порчу. Извините, ради бога, пробки. Ради бога, извините. Давай я тебе помогу. Ой. Что ж ты? Поросторопней как-то надо. Пробки. Очень большие пробки. Давайте. Пробки всегда. Давайте я подержу. Эх, Андрюша, Андрюша. Эпифан. Ну, что приключилось, Андрюша, мил человек? Эпифан, ты для меня столько в жизни сделал. Ты порчу от меня отводил, наговоры снимал, приговоры отменял. Благодаря тебе я стал дипломатом, вице-консулом, потом консулом, послом, наконец. Чего там еще? Ну, это еще не конец. Извини, да, по мужской части помогал, да, хорошо. Нет, нет, милок, я в смысле карьере твоей еще не конец. Боюсь, что впервые ты ошибаешься, Эпифан. Карьере-то как раз моей. И конец. Черная кошка. Где? Бельгия. Мы? Переходим из зала переговоров, во дворец уже сам. Ну, как положено, значит, впереди чуть-чуть идет начальник протокола. Я немножко сзади, а справа от меня премьер-министр. И выскакивает черная кошка. Так надо было, как я учил, плюнуть три раза через левое плечо. Тя-тя-тя. Я так и сделал. Но слева от меня были их король, королева, маленький мальчик, наследный принц. Вот к тебе и тут. Ладно, аккуратно. Ой. Опять у меня нос чешется. Почеши, а. К чему это у нас нос чешется, а? К вы и пивке. Да нет, если все время чешется, это к дерматологу. Я очень прошу, подпишите, пожалуйста. Помогите простому человеку. Вопросик-то непростой. Тут ведь как? Тут ведь так. Можно подписать. Можно, конечно, подписать. А можно и не подписать. Ну, я не знаю, но я вас прошу, помогите, пожалуйста. Ну, так и вы мне, помогите, пожалуйста, тоже. Так я всегда готов. А что делать? Ой, как мне тяжело с вами, трудно как. Ну, я не знаю, как вам объяснить. Ну, как вот. Вот рука у меня вот чешется. Вот чешется рука. Вот это страшно чешется. К чему бы это? Рука чешется? Да, вот. К деньгам примета есть такая. Правильно. Ну, все, поняли, да? Вот она чешется. Чешется рука. Кхм. Замечательный ты все-таки игрущик. Ты знаешь, выдающийся. Всего 10 этажей осталось. Я уже с ног валюсь. Ты как огурчик. Я как огурчик. Да. Так же, как огурчик, ты на 95% состоишь из воды. Жизнь замечательных людей. Газету «Правда» большевики часто называли своим главным органом. В хорошем смысле этого слова. А кто это произносит нежвисткую заразу? Вы, товарищ, ко мне? По какому вопросу? Я до вас, товарищ Ленин. Я до вас по... По пытанию... По вопросу партийной печати. А печать, товарищ, не у меня. Нет. Я, знаете ли, к бухгалтерии никакого отношения не имею. Владимир Ильич, я по... По... По органу печати. По... По нашей... Ну, по... По газете я. По газете? Ну, по ней. Не знаю. Не знаю. Я... Я в газету объявления не давал. Это ошибка. Ошибка. Товарищ Ленин. Эти... Эти... Короче, эти меньшевики. Они захватили искру. Чтоб они от нее горели. Срочно потребно... Нужно новое название. Да, да, да. Непременно нужно новое название. Непременно. Срочно-то нужно новое название. А? 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 А что? Это на правду, Владимир Ильич. А вот вам и новое название. Да, ну... Никаких «но». Только так. Очень хорошо. Очень. Меньшевики обалдеют. Что? Хе-хе. Ну, Владимир Ильич. Это первый экземпляр нашей новой газеты. Принесли. Да. Показывайте. Свежачок. Ну, насчет названия вы, как всегда, были правы. Обалдели не только меньшевики. Нет. Обалдели все. Ну-ка. Это просто. Ну-ка. Вот так. Ну-ка. 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 Что? Майна. Майна. Пожалуйста, Майна. Пожалуйста, Майна. Майна. Плохо, да? Плохо, да. Ну, потерпи. Сейчас еще хуже будет. А как хуже? А сейчас выяснится, что или адрес перепутали, или фамилия не та, или заказывали у них холодильник. У меня левая нога отнялась. Это верная примета к несчастью. Потому что ты слабак. Что, Толстой, говорил? У тебя отнялась левая нога? Подставь правую. Вера, 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 Вера. Уникальный усадебный комплекс, который находится слева от вас, представляет огромную историческую ценность, но в настоящее время находится на реставрации. Поэтому мы с вами пройдем в... В мельницу. Нет, в мельницу. Вы зря это сделали, молодой человек. Это очень плохая примета, очень. Да знаю я, не плюв в колодец, придется воды напиться. Нет, тебе не придется. Да вы что, товарищи? Я тебе примет, я окажу. Да подожди, я... Да вы что? Да я же вам обидел теперь. Нет, что же рядом? Да, что же рядом? Реклама. Раньше я могла танцевать только так. Или так. А теперь я могу вот так. И вот так. А все потому, что желобки в моем тампоне теперь расположены по спирали. Реклама. Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о новинках бытовой химии. Шампунь с бальзамом и ополаскивателем. Для того, чтобы ваши волосы были мягкими и шульковистыми. Стиральный порошок с отбеливателем. Для того, чтобы ваше белье было чистым и белым. И, наконец, китайские карандаши для тараканов. Для того, чтобы ваши тараканы не росли безграмотными. Пока-пока. Раз, два взяли. Раз, два, дружно. Вот я в приметы не верю. Я в тебя верю. Я верю в моего напарника. С таким напарником это не жизнь, а сказка. А я частично с тобой согласен. Что касается меня, это не жизнь. Сказка про одну бутылку, двух мужиков и три желания. Я раб твой, оповелитель. Приказывай. А я просверил. Ты что, мультиков никогда не видел? Я джин. Ну, типа, старик-казабыч. Ты меня из бутылки освободил? Я тебе три твои желания выполню. Ну, до что ты тебе, оповелитель? Наконец-то. Наконец-то. Повезло так, повезло. Во-первых, бутылку, у меня бутылку. Слушаю и повинуюсь. Трях, тибидох, тибидох, тибидох. Трях. А? А? Что ты еще хочешь? Не так надо было. Прогадай. Хочу, чтобы вообще вот все, вот все-все-все-все было мое. Значит, это второе желание. Хочу стать этим, как его, олигафреном. Олигархом. Слышусь и повинуюсь. Трях, тибидох, 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 трях. А, значит, теперь я олигарх. Да? Это все мое. Все твое. А, тут это мое. Да? Это все мое. Твое. А, это мое. Да? Все твое. Теперь тебе больше ничего загадывать не надо. Много, ты понимаешь. Теперь мне при таких делах самое время позаботиться о моем многосказаемом народе. Последнее желание. Хочу, чтобы мой народ был счастлив. Трях, тибидох, тибидрях. Ха-ха-ха. Ты что наделал ты? Я выполнил все твои желания, повелитель. Теперь и ты, олигарх, и народ счастлив. А, бутылочка, извини, здесь не положено. Товарищ стержант, это... А-а-а! 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 Пошел, пошел. Товарный вид, товарный вид. Аккуратненько. А, все. Ты молодец. Все. Ну все, дошли, все. А раз дошли, сейчас лифт заработает. А-а-а. О, заработал. А сейчас окажется, что мы наверняка адресом ошиблись. Так, вот давай так. Вот спорим, что все будет хорошо на 100 рублей. На 200. Что все будет плохо. Здравствуйте, вы ко мне. Да. Это вот ваша квартира, 113-я ваша? 113-я моя. Его квартира. Но Шишкинг, конечно, не ваша фамилия. Моя фамилия Шишкинг. Вы Шишкин? Шишкинг. Ну, холодильник, конечно, заказывали не вы. Почему? Заказывал. Привезли, наконец. Так, товарищ. Вот вы будете свидетелями. А? Все. С тебя 100 рублей. А? Ты... С тебя 200. Хорошо, хорошо. Так, 200 рублей. Нелочь. 200 рублей. 200 рублей. Спокойно только. 200 рублей. Пошли. С тебя 100 рублей.